Ассаламу алейкум ва рахматаллах баракатах, уважаемые братья и сестры. Сегодня я в Астрахани. Беру интервью Ильдара, нашего... Как правильно говорить? Председателя ЭДГ общества, да? Да, председателя общества ЭДГ, вновь избранный. Ну, хоть он вновь избранный, у нас он, насколько я понимаю, давно работает уже в этой сфере. Ну, и, в принципе, о себе хватит. Давайте начнем с Ильдара. Ильдар, вот сейчас я переключусь на тебя. Ну что, Ильдар, давай, брат, расскажи нам о себе. Какие у нас новости, изменения, в статусе, может, какие изменения сейчас появились? Ну, в первую очередь, хотел тоже всех поприветствовать. Салам алейкум. Меня зовут Аль-Мухаммедов Ильдар Салаватович. Я сейчас вот с 18 июля, с 18 июля у нас прошло голосование. Вхожу мне, как бы я до этого входил в правление Нагайского общества ЭДГ по Астраханской области. Вот, 18 июля у нас было общее голосование, перевыборы. Вот, единогласным решением всех членов правления выбрали меня. Сразу скажу, для меня это ново. Я вот, как бы, до этого этим, ну, таких постов не занимал, грубо говоря, председателем. Но, как бы, стараюсь. При избрании меня руководителем я сразу, как бы, оговорился, что все члены правления будут мне помогать. Все согласились. Да, все согласились, сказали, что все-все, без проблем, давай, вперед, двигайся. Вот. Сейчас документы на данный момент находятся в Министерстве юстиции. Передали. Вот, ждем. На утверждение. Да, на утверждение, как бы, на официальное, чтобы в налогу везде, чтобы все это зарегистрировалось. Ну, в течение, я думаю, там, может, недели-полторы, две документы должны уже прийти, уже подписаны и готовы. Ну, иншаллах, да, пусть Аллах тебе вам поможет в этом деле. Как говорится, не боги горшки обжигают. Все, иншаллах, получится. Насколько мы всем поможем. Неважно от территориальной нашей, как говорится, расположенности. А расскажи вот нам, как ты дошел до жизни такой, он так говорит. Ну, я, ну, не все, большинство людей инертные. Большинство людей не хотят брать для себя ответственность. Вот как у тебя история твоя прихода к Ногайской самоидентичности, к активности к Ногайской? Как ты пришел к этому? Ну, вообще, я, как бы, пришел изначально, я всегда считал себя патриотом. Патриотом нашей страны, Российской Федерации. Я, можно сказать, я ярый патриот нашей страны. Вот, соответственно, я являюсь, как бы, из, ну, себя так же считаю патриотом, ну, как бы, своего народа. Пускай он будет маленький, малочисленный. Особо у нас своей республики нету, своего государства нету, своей государственности. Но при всем этом у нас есть очень много другого. Такие истории очень богатые, традиции. Не скажу, что я этим где-то везде хвалюсь, скажу, да, там, или там, что-то я, кто-то, ну, что я, там, горжусь, там, что я, да. Но, честно сказать, это вызывает определенную радость на меня, в любом случае. До определенного момента я был, как бы, скрытым патриотом, всегда старался помогать. Если какие-то мероприятия проходили, там, финансово, где-то, может, помощь. Но, именно, я считал, что есть определенные люди, которые этим занимаются. Я человек, который работает, который кормит свою семью, помогает своим близким, родственникам. Вот, я считал, что я должен, как бы, этим заниматься дальше, продолжать. По возможности помогать финансово тем, кто поднимает или, там, продвигает на гайские, там, традиции, помогать для сохранения, для всего вот этого. Но это было, это длилось до определенного момента, пока я не понял, что, в принципе, в принципе, каждый человек, каждый человек должен заниматься этим вопросом. Потому что, если все люди будут считать, что люди, как бы, есть определенные, там, какие-то непонятные, неизвестные люди, которые занимаются этим, да, там, как будто они с другой планеты, или какие-то супер, там, супер люди, на самом деле, нет. Это этим же занимаются обычные, те же самые люди, которые ходят также на работу, ходят также, занимаются воспитанием своих детей, которые помогают своим близким, родственникам, друзьям, ходят по всяким мероприятиям, то есть, ну, живут обычной жизнью, как бы, среднестатистического россиянина, так говорится, да, и при всем при этом они находят в себе силы, время и уделяют это непосредственно не в угоду себе, естественно, потому что это все равно своего рода труд, своего рода жертва времени, человек жертвует финансом, временем, который он, как говорится, мог бы потратить на семью, но он уделяет время, как бы, и для занятия, именно для продвижения, для сохранения своих традиций, тем более, если учесть, что, как бы, Ногайская вот эта самоидентичность, она в любом случае сейчас, в связи с определенными моментами, она находится, как бы, можно сказать, под угрозой, под угрозой исчезновения. В связи с этим я принял просто для себя решение, что я лично буду, насколько возможно, вносить свой вклад в развитие нашего народа, нашего, наших традиций, там, сохранения, не знаю, я просто понимаю, что если мы сейчас этим не займемся, то следующее поколение будет еще труднее, потому что, возможно, это для меня еще было толчком для этого, то, что мой дедушка со стороны мамы, то есть мамин папа, можно так сказать, у нас по-нагайски это называется Ночтам, мы его называли Ночтам, Мархон, ну, его сейчас уже нет на данный момент, о чем я, конечно, сожалею, я бы очень много мог бы о нем узнать, вот, как говорится, да, он был, как бы, тоже человеком, о нем попозже немножко расскажу, вот, он был человеком тоже, от которого, можно сказать, толкнул, одним из причин был тому, что я именно занялся этой темой, вот, ну, можно сказать, вкратце, вот так вот, я к этому пришел, Машалла, ну, как, придется еще раз подчеркнуть, не боги обжигают дашки, все мы обычные люди, все простые ребята, вот, цели у нас какие? цели вообще у нас это, во-первых, сохранить историю, максимально все, что можно, это все еще раз, повторно, как-то задокументировать, сохранить язык нагайский, по возможности тоже, может быть, возможно, организовать какие-то факультативы, какие-то кружки или все что-то такое в этом роде, по максимуму, вот, что можно сделать, третье, это что, традиции, которые у нас есть, все это запечатлеть, сейчас очень большая работа идет со стороны юртицев тоже, юртовских нагайб, вот, они непосредственно, сейчас, вот, в чем плюс, они разговаривают с теми людьми, которые, можно сказать, годятся нам в бабушки, дедушки, которые видели своих бабушек, дедушек, то есть, это мы, скорее всего, захватываем конец 19 века, начало 20 века, то есть, истории, традиции, обычаи, и то, что люди передавали внутри семьи, внутри семьи, бабушки передавали своим внукам, я лично видел прабабушку, дедушку, очень много с ней общался, вот, они нам тоже много рассказывали, то есть, у нас, в общении, в доме, внутри, в семье, всегда, при любом случае, говорили «без нугайлард», «без нугайларды а деды сон дай», грубо говоря, там, что-то, когда что-то, хотели рассказать бабушке, дедушке, они говорили «без нугайларда сон дай а деда», «без нугайларда сон дай а деда». То есть, все, что я слышал от бабушек и дедушек, это они говорили, без нугай ларда, без нугай ларда, вот такие вот моменты. Вот сейчас юртовцы этим непосредственно занимаются, они общаются со своими бабушками, дедушками, причем записывают на видео, и не только своих, а имеют в виду вообще старожилов, которые могут рассказать, которые именно непосредственно подтверждают, да, без нугай ларда. Хотя непосредственно, мне кажется, еще один из моментов, то что у нас какие цели, это очень сильно наладить связь между остальными другими регионами, межрегиональные отношения с другими регионами, компактного проживания, ну, нашим братьям-ногайцам, да, тот же Крым, тот же Дагестан. Дагестан, Чечня, Сургун, Карачаево-Черкесия, да, Ставропольский край. Дагестан, Чечня, Сургун, Карачаево-Черкесия, да, Сургун, Карачаево-Черкесия, да, Ставропольский край. Ну, встреча Булатова, например, Айдар, Айдар, Айдар. Ага. Ну, очень интересно наблюдать, да? У меня даже чуть ли не половина видео посвящена астраханским. Ну, это радует, конечно, приятно, да, потому что здесь, по сути, если взять так, то здесь очень большая община ногайская. Да, потому что многие ученые, да, многие этнографы, они говорят, если, грубо говоря, все ногайцы здесь, грубо говоря, придут к пониманию, что они новые, да, начнут различать, что такое ногайцы и что такое не ногайцы, грубо говоря, да, что они, если они скажут, да, да, я ногайцы непосредственно, да, здесь будет, можно сказать, ну, как минимум, около 50 тысяч человек. Вот, это минимум. А сколько, я знаю, только юридорство, у нас около 60 тысяч. Еще, еще даже, вот к чему я говорю, то, что надо, как бы, нам наладить, да, межрегиональное, по крайней мере, потому что, как говорится, мы все живем в Российской Федерации, мы все любим нашу страну, все, как бы, переживаем за нее, да. И хотим, чтобы в нашей стране всегда был покой, всегда было, ну, спокойствие, как говорится, порядок, чтобы не было никаких там раздоров, ругачек, чтобы мы, например, даже я, например, мог поехать в Дагестан и, грубо говоря, мне будут там, кому прийти в гости чай попить, как говорится. Поехала в Карачао-Черкесию, там мог посидеть чай попить, да. У меня очень сильный еще один из моментов был, да, вот я хотел сказать, да, и, честно сказать, запамятовал. Это 2017 год, это когда было собрание всех нагальцев, когда был вопрос, ну, ты, вроде, участвовал там, с деньгами, да. Ну, мы здесь все, честно сказать, все, кто вот, у кого не было возможности поехать туда непосредственно, да, по тем или иным причинам, все старались финансово помочь. Многие, даже если не финансово, морально, это помогали тем, кто финансово помогал, то есть здесь вообще не осталось никого в стороне, да, вообще не осталось. Вот я 2017 год тоже хочу подчеркнуть, в 2017 году такой был мощный толчок, вот, как я вот по-своему роду выражаюсь, такой пин-оп под зад, что до сих пор летим. Ну, да, да. Это был вообще мощный удар был такой. Поэтому, как бы, вот, то есть это говорит о чем? О том, что люди могут, если захотят, собраться, люди собрались, встретились, пообщались, решили какие-то вопросы, обменялись опытом, посоветовались, посидели, да, поговорили, познакомились, и после этого все общаются, разговаривают, грубо говоря, с другими гости ездят, ну, и вот все вот они плюсы, одним словом. Понятно. Мероприятия? Какие еще были мероприятия? Ну, встреча с Валяром Блатовым, да, да, да. Да, вот, одно из первых, как бы, мероприятий, да, не считая таких культурных масс, которые имеются в виду, как концерт, да, вот, на концерты я еще начал ходить с 2009, 2008, 2007 года. Ну, здесь такие ансамбли начали приезжать, как Мамед Икей, Нагайский, да, потом Расул Сиитов, сейчас Андрей Арчаров, да, вот, наш, очень, да, такой, такой, самый, один из самых видных наших композиторов, певцов, да, вот, деятелей культуры, да, один из самых сильных, который очень сильный, даже до сих пор, и песни, и все, мы слушаем, все поение, такие песни, реально, которые задушивают, они, и, как говорится, и заряд имеют, такой, посыл, да, такой хороший, как человек, там, пляс, я видел, как люди не могли сдираться, и в пляс, да, плюс они еще идут, как идут, дают, какой-то исторический, такой-то, да, там, какой-то познавательный процесс идет, то есть, например, там, озвучиваются какие-то, там, может быть, даты, какие-то, может быть, события, термины, фамилии, именно, там, личности, да, очень интересные, потому что люди, как бы, как-то все, в такой форме, как бы, все это, ну, так вот, передают, то есть, усваивают легко, получается, тоже, да, усваивается легко, и, если что-то там не понимаешь, начинаешь искать, да, гугл никто не отменял, в итоге, получается, вот, а кто-то, это, Альвир Аманов, не бежал там? Альвир Аманов, я, честно сказать, пока не видел, но, хотел, сделать бы, конечно, ну, а Альвир Аманов, в молодости, это было бы неповторимым, он сейчас-то неповторимым, в молодости, это вообще было бы, вероятно, чего-то, я лично, конечно, вот, мы, как бы, этот, в любом случае, все, которые у меня, это мероприятие, мы хотим, например, сделать, да, здесь, в этом, грубо говоря, здесь, на Астраханском, на нашей земле, да, но, в любом случае, все это советуемся, я один не могу принимать решение, и, как бы, мы советуемся, у нас есть правление, у нас есть единомышленники, есть Аксакарал, есть старшие, которые, грубо говоря, и это не обязательно, и не обязательно, вот, при собрании тех моментов, например, да, когда мы хотим кого-то пригласить, или что-то, как бы, например, провести, не обязательно мы советуемся только с Астраханским, мы советуемся это со всеми, грубо говоря, из других регионов, нашими Аксакалами, нашими, нашими биратами, вот, мы советуемся, общаемся, примерно, да, тут, справимся с руководством нашего, как говорится, красивого, любимого города нашего, тоже, вот, советуемся, как нам лучше сделать, как нам лучше провести, где нам лучше провести, в каких рамках все это, чтобы это все было согласовано с правительством, со всеми, вот, нашими, теми, кто отвечает за это. Обязательно, чтобы все были в курсе, потому что, чтобы не было никаких вопросов, эксцессов, чтобы... Со стороны Харана Лаев, я сам как представитель Харана Лаев, могу сказать, что не знаю, какая-то генетическая связь или что-то там такое есть, но все на Лаев, оттуда, из Данистана, каким-то образом тянет нас в Астрахань. Вот моя жена всю жизнь мечтала в Астраханье. Не знаю, мама всю жизнь рассказывала о том, как там в ракете. Ну, а потому что у нас многие астраханцы, которые взять, например, да, таких, как Джинни Пиряйков, да, ну, грубо говоря, Духамид, да, все ученые тех годов начала 20 века, многие, кто переехал в Дагестан, Карачаев, Черкесию жить, и, скорее всего, как говорится, судили по ним тоже, в том числе. Да, потому что люди очень умные, грамотные, очень общительные, измечающие вот этот свет, которые хотели знаний больше, хотели оставить что-то для своего народа, как можно больше, да, скорее всего, с этими людьми общались, и, скорее всего, они, ну, как бы, заряжались вот этим, да, хотя я не скажу, что только в Астрахани такие, везде такие есть, такие же, например, там, вот мне очень сильно, мне нравится, да, нашего Тимира Булакова, да, который я про Тимира Булакова, очень сильно нравился, я стихи смотрел, да, посмотрел старые газеты, даже, которые про нее там писали, я читал ее биографию, как она вообще, как она, какой образ жизни, как она вообще, к чему шла, к чему стремилась, какие интервью давала, как я смотрел, мне, честно сказать, очень нравится. Да, глаголом жгет сердца людей, это вообще реально, моя жена, все в восторге от нее до сих пор. Вот, кстати, про представителей Астрахани, умеровские чтения проходили у вас, да? Да, умеровские чтения проходили. Наверное, недавно, мне кажется, я проходил. Да, это точно не скажу, вот, это было весной, если не ошибаюсь, умеровские чтения. Умеров или Гумеров? Абдрахман Умеров. Ну, скорее всего, здесь говорят Умеров. А вот почему Гумеров говорят? Ну, скорее всего... Татарский вариант, да? А так вообще Умеров, Абдрахман Умеров, да. Который, кстати говоря, к нам Дагестан поехал, да, он же отсюда же, астраханец, астраханский, ну, а вот он поехал в Дагестан, в Дагестане, много там... Умеровские чтения смотрел очень позитивно, интересно, можно сказать, вот как ты в начале речи говорил своей, закрепление Ногайского наследия за Ногайцами. Ну, да. Потому что, опять же, умеровские чтения, опять же, поднимается определенный исторический пласт, рассказывается именно непосредственно, что, как, о чем, про что, и в связи с этим уже подводится итог, и делается вывод определенный. Я имею в виду для простого обывателя, чтобы человек мог посмотреть, если какие-то у него вопросы есть, он мог перепроверить. Определенные ссылки даются в таких мероприятиях. И все это записывается на видео, и человек это в любой момент может проверить, посмотреть. Причем, это было, как бы, тоже одно из уникальных событий, потому что эти умножские чтения, они провелись в этом году у нас в SüggИ в Астраханской области, и вообще, я думаю, на территорию Российской Федерации и в мире первый раз, вообще. Впервые. Спасибо всем, кто участвовал. Мы там принимали участие и Духовные лице, все принимали участие и обычные граждане, и историки, принимали участие и участники ИДГ, принимали участие и не участники ИДГ, здесь как бы все те, кто участвовал, и те, кто не смог участвовать, опять же, по определенным причинам, по своим, да, мы же все люди, все понимаем, да, все, кто был с душой, как говорится, там, с ними и мысленно, вот, все, как бы, ну, всем большое спасибо тоже хотел сказать, потому что такие мероприятия почаще проводить, особенно, как бы, нам нельзя забывать таких, ну, таких, ну, людей, уважаемых, да, которые всю душу вложили, чтобы, грубо говоря, мы, вот, в тот момент могли провести даже это мероприятие, кстати, очень большой взгляд, ну, конечно, а вот по поводу глагола «жги сердца людей» выпускаются ли пособия, книги, там, что-то, да, такое, сейчас, так, закрепить на печатном слове, это гораздо лучше будет, чем на видео, там, или что-то подобное, что сейчас, вот, за последнее время, мы выпустили ряд таких, вот, небольших публикаций, ну, можно так сказать, да, это, как сказать, это была, сам, одно из первых, это были буклеты, они были на, ну, на нескольких листочках, там, да, на нескольких листах, но они были, как бы, сжаты материалом, там, рассказывал вкратце о, отдельно, это был о Карагаш-мураихе, о нугаях, и отдельно был буклет о юртовских нугаях, ну, мы их называем «карайли нугайла», вот, с черными дамами, да, да, вот, обычно говорят, там, юртовцы, юртовцы, да, ну, мы, вот, сколько вот, знаю, да, мы их называем «карайли нугайла», вот, мои родственники, мои, там, бабушки, предки, да, хотя, этот, это, как бы, это был, там, пробный, после этого мы провели, эти буклеты, эти, да, эти буклеты разлетелись, вообще, на распад, да, сразу, потому что мы-то, мы сделали ограниченный сначала, пробный, но после того, как мы заявили об этом, эти буклеты разлетелись так, что он еще телефон в красном стоял, звонили, да, нехватка, чат на расставах, да, они говорили, дайте нам еще, дайте нам еще, здесь, там, родители спрашивают, эти спрашивают, даже люди некоторые, с каждой себе, вот, грубо говоря, семью одну давали, каждый хотел, чтобы у него не посадили дома был этот, как бы, в его частной библиотеке, этот, именно, буклет, это раз, вот, «карагаш» тоже самое, тоже раздавались, прям, свободно на разлет, это, как говорится, после этого мы, как бы, еще и сдали брошюру «Без Нугайлар», на астраханские нагайцы, в которой уже более подробно, более, немножко развернуто, там уже, как говорится, и материала побольше было, и потолще было, сам, это, само издание, вот, оно тоже было, как бы, пока было два издания, этого, именно, этой брошюры «Без Нугайлар», да, первый был пробный, там тоже ограниченное количество было, но, тоже было, там, ну, достаточно, мы думали, как бы, на первый раз, этого достаточно, тоже разлетелось, вот, мы хотели, как бы, вручать, сначала, их, определенным лицам, чтобы, грубо говоря, там, может, такое, запоощрение, да, но, желание у некоторых людей, даже не то, что у некоторых, а желание было такое, что люди, буквально, вырывали из рук, они даже готовы были купить это, ну, мы не стали их особо сильно, там, ну, поначалу мы уже думали, а потом уже перестали, так, людям раздавали, вот, следующий, опять же, когда вышло еще одно следующее издание, уже мы эти копии, как говорится, да, вручили от себя лично, просто для, с целью немножко, просто, чтобы люди тоже могли, те, кто люди хотят познать, да, распознавать, там, узнавать, вот, мы для этого раздали школы, библиотеки школы, раздали главам администрации, раздали одну, даже, брошюру, ну, такую брошюру без Нугалар мы вручили в библиотеке города, в том числе Крупской, библиотеку имени Крупской, это центральная библиотека? да, центральная библиотека имени Крупской, пока одну копию дали, ну, будет время, будет возможность, мы еще дополним, да, потому что, как бы, в планах еще есть сделать не только одну, развивать это дело, а даже при участии, забегу немножко вперед, во время участия в таком празднике, как в хатарском празднике с Абантой, куда нас пригласили, наши хатарские братья, так писали, да, нас пригласили, мы, как бы, ну, решили, в любом случае, поучаствовать, потому что это и себя показать, и на других посмотреть, как говорится, вот, при посещении, при проведении мероприятия, на это мероприятие посещил наш губернатор, губернатор Астраханской области, вот, при посещении мы также вручили ему, губернатору вашего Астраханской области, брошу будущей бабушке. А вот, ты, действительно, немножко вперед выобъезжал, но следующий вопрос был как раз поток от сотрудничества с соседними народами нашими, которые в Астрахани работают, ну, с русскими, с казахами, с татарами, возможно, кстати говоря, с нашими дагестанцами, которые соседи наши, Карам и Ваев. Ну, честно сказать, мы со всеми дружим. У нас нет такого, как сказать, что мы как-то обособлены, мы там врагайцы и все, ни с кем. Наоборот, как говорится, у руки пять пальцев, да, и все пять пальцев разные. Вот. Я считаю, что все народы Российской Федерации, которые проживают, да, на территории, имеются коренные, вне зависимости от места и среды обитания, все находятся на одном уровне. Вне зависимости от количества, от полноты, вот, все, 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 буквально все народы одинаковы. Вот. Поэтому, ну, взяв вооружение вот эти мысли, как говорится, да, вот эти вот идеологии того, что мы все, как бы, народы одной страны, мы все жители одной страны, вот, мы все любим свою территорию, свою страну, каждый по-своему, как говорится, да, то есть, каждый, находясь в своем регионе, непосредственно все равно делает какой-то вклад в развитие Российской Федерации нашей страны. Вот. И мы тоже, как не хотим оставаться в стороне, мы тоже хотим внести свой вклад. Какой может быть это вклад, например, от какого-то народа? Это общение с другими регионами, с другими национальностями, с другими народами, добрососедские. Также, если какая-то помощь от нас нужна, мы рады помочь. У нас очень много совместных мероприятий бывает. Что с дагестанскими, ну, нашими братьями, да, там, с русскими, с татарскими, с казахскими, там, с туркменскими, там, грубо говоря, да. Сейчас вот недавно я, ну, как бы, стал председателем вот этого Ногайского общества, да, в Астраханской области. В любом случае, мне очень, очень интересно. Я всегда интересовался обычаями, традициями других городов. Потому что мне тоже интересно, как у них это все происходит, да. Если у нас, например, совать вот так проходит, да. А как же у них это проходит? Например, я знаю, что у души жених всю жизнь, как бы, не общается со своими тестями, тещей. Вот это весь такой, как бы, обычный, да, интересный. Для меня это тоже было открытие в свое время. Потому что у нас народ, как бы, зять пытается, там, ну, как бы, я не знаю, обязан, что ли, помогать, там. Ну, как бы, тоже, они же становятся его родителями, тоже общаются, да. Ну, помогать, там, это все. При этом, это тоже своя изюминка, что у того народа, что у нашего народа, у каждого народа. Этим-то мы и ценны, что все народы, как бы, проживающие на территории, да, грубо говоря, Российской Федерации, при этом, у всех свои обычаи, традиции, ну, это и есть, как бы, богатство нашей всей страны. Это и за счет этого, и, скорее всего, мы являемся такой сильной, мощной страной. Да, конечно, конкуренция на цена никогда не отменялась, но конкуренция-то не означает вражда. Да, в хорошем смысле, наоборот, как говорится, пытайтесь или соревнуйтесь в добрых делах, как говорится, да. Вот, мы вот этим и занимаемся, соревнуемся в добрых делах, в полезных делах. Аль-Хамм нуля, это очень хорошие слова вы тебя получали. Вот я даже в тему сейчас, вот, когда концовку нашего интервью, передать салам. Наурбек Ахай, кстати говоря, может передать салам, да? Да. Нашему чемпиону, нашему Батаргазиеву передать. Ну, я что хотел сказать, я хотел сказать, в первую очередь, Наурбек Ахай, то, что вот наш, он является, как бы, ну, авторитетом. Главой Совета Старейшим. Да, сейчас, сейчас, главой Совета Старейшим, Совета Старейшим, Нагайского народа. Вот, спасибо большое ему, он тоже очень сильно помогает, поддержку оказывает. Потому что, бывают такие моменты, что, как бы, какой-то совет нужен, мы обращаемся через наших Аксакалов, обращаемся к нему. Да, вот, наши Аксакалы здесь помогают, а для того, чтобы нам, как говорится, межрегионально с Аксакалами пообщаться, мы через наши Аксакалы выходим на Наурбек Ахай. На Урбек Ахай уже помогает нам, подсказывает, как лучше сделать. Вот, сейчас, тоже, вот, мы, как бы, разговаривали, да, с нашими Аксакалами. Есть такие у нас в Астраханской области, да, как Мансур Фаридович Сапаров. Это глава администрации села Ростопуловка. Он, можно сказать, да, один из самых активных Аксакалов, который вносит свою лепту непосредственно в развитии Нагайского вопроса, да, здесь, вот, на Астраханской области, постоянно, вот, к нему наши, как говорится, наши Нагавары обращаются к нему, те, кто непосредственно входит в общество Нагайцев, те, кто не входит в общество Нагайцев, обращаются к нему за помощью, да, там, проведение каких-то мероприятий, там, действительно нужно какое-то помещение, еще что-то, да, кого-то даже, вот, например, вот, как говорится, вот, как нам надо было недавно, наша футбольная команда, Астраханской области, да? Да, да. Впервые, впервые, да, в этом году они поехали на общенагайский футбольную лигу. Общемировая. Общемировая Нагайская футбольная лига, да. Вот, в этом году они поехали в первый раз, участвовали, они, я считаю, что они молодцы, они заявили о себе, они захотели. Самое главное, самое главное, как говорится, это участие. Первым блинком, ничего страшного, мы все равно их уважаем, конечно. Мы, я лично уважаю то, что они обычные ребята из народа, которые во дворе вот так вот футбол гоняют, вышли на лигу, вышли, поучаствовали, поехали, приехали, провели мероприятие, как говорится, да? Вот, это было для нас, честно сказать, от радости. Потому что мы поехали туда, вернулись не с пустыми руками, вернулись оттуда с большим багажом опыта. Вот, ребята уже поняли, как это происходит, для них это было новое. Понятно, они все волновались, переживали, это тоже наложил отпечаток. Ребята, как говорится, там, ну, играли и, как это сказать, участвовали в Москве, да, не дома это было. Опять же, это тоже как бы наложил свой отпечаток, поэтому ничего страшного. Вот, они поехали, приехали, сейчас мы сделали выводы, мы встречались, также разговаривали, они рассказали о своих каких-то мыслях, ну, да, впечатлениях изнутри, как происходило. Мы рассказали то, что мы увидели снаружи, как это было видно со стороны, поговорили, все это пришли к определенному формату, к определенному, и все, и как бы будем, выработали определенную статегию, сейчас будем, как бы, уже в определенном направлении двигаемся. Поэтому никто не унывает, никто не этот, как говорится, никто не, ну, переживать переживали, но, как говорится, все, что получилось, как получилось, так получилось. Как Альберту Батыргазиеву. Альберту Батыргазиеву. Альберту Батыргазиеву мы, как говорится, это наш нагайский самородок, этот человек, я даже не знаю, как сказать, это... Таких-таких космонавтов. Да-да-да-да, как первый космонавт, такие люди, наверное, рождаются. Один из десяти тысяч, как говорится, да, там, ну, не знаю, сколько нас... Ну, на сто тысяч. Да-да, за пять лет пройти такой, за такой короткий срок, пройти такой насыщенный, такой плотный, как говорится, он сам даже говорил, одиннадцать месяцев в году он находится на сборах. Это очень тяжело. Это я даже, я даже не представляю, как это тяжело, потому что, ну, я смотрю, ну, разными форматами, да, тоже интересуюсь. Я, как бы, и с такими, и с разными спортсменами, да, разговаривал. Ну, одиннадцать месяцев в году и с двенадцати месяцев находиться на сборах, это, честно сказать, это очень тяжело. Поэтому мы очень рады, что в среде нашего народа есть такой человек, который принес олимпийское золото для нашей страны, в первую очередь, для Российской Федерации. Он показал, что в нашей стране, в любом, в любом, как говорится, точке нашей страны может вырасти, может вырасти и расцвести такой вот чемпион. Да? Для нас это чем, чем полезно? Это полезно для нас, как, вот, для наших спортсменов. Которые, да, мотивация. Потому что они, вот, всегда, когда человека они видят, например, да, какого-то, стал олимпийским, вот мы смотрим телевизор, да, какой-то человек стал олимпийским чемпионом. И для нас это как-то кажется, что это реально, наверное, с другой планеты, какой-то человек полетел, да, его там все спонсировали, он там в самых лучших залах занимался, он там лучше еду ел, с моим лучшим словом. Нет. Это показывает то, что обычный человек, обычный, живущий обычной жизнью, да, среднестатический, опять же, россиянин, может при желании, при желании, может добиться таких результатов. Естественно, как бы физиологические моменты, да, какие-то физиологические моменты, и то, что дал, как говорится, талант, да, то, что дано уже Всевышним, да, то, что галал, это никто не отменяет, разговора нет. Но при всем этом стремление, желание, упорство, как говорится, самопожертвование, вот именно в определенном, да, самодисциплина, это все очень сильно тоже влияет, потому что человек, это, как бы, относится не только к спорту, да, это относится даже, вот, к любому виду деятельности, человек, который не думает о том, а почему я, а почему я должен так делать, да, а почему ты не он должен, да, а который, наоборот, скажет, кто, если не я, если я сейчас это не сделаю, да, это же, скорее всего, никто не сделает, даже ладно, пускай это кто-то сделает, но если я это не сделаю, лучше меня же это никто не сделает, лучше, почему бы мне это не сделать, да, ну, как-то, если каждый будет стараться, стремиться, вот так вот, ну, себя мотивировать, вот такую создавать себе, да, на определенную мотивацию, я думаю, что это будет дать очень большие плоды, и мы определенных результатов можем достичь, даже в определенных, даже очень короткие сроки. Да, как говорится, мы с тобой к началу разговора, можно сказать, даже вернулись, ну, не долги горшки облегают, сначала, да. Ну, и давай тогда, напоследок, так коротко расскажу нам. Насколько я знаю, казахи нас поддерживали в нашей Нагайской самоидентификации, а другие народы, в частности, татары, к примеру, местные татары, я имею в виду, поддерживают ли наше стремление, называют ли нас Ногайями, или мы с татарами нас называем, на казанских я не говорю, я не скажу, про местные. Нет, местные Нагайцы, местные татары, конечно, называют нас Нагайцами. Я даже, честно сказать, для меня было удивление, когда я вот только начал, да, узнавать, говорить, что нас здесь там никто не считает как бы Нагайцами, строго, строго татарами. Вообще, честно сказать, для меня это было открытием. Мы всегда назывались Нагайцами. Всегда. Просто некоторые Нагайцы, ввиду небольшого там, ну, ввиду того, что, например, определенное советское время, когда нас называли татарами, грубо говоря, другие народы, при этом не те народы, то есть не то, что мы-то себя всегда бываем называть, да, но были народы, например, в советское время, которые нас называли татарами, да, так, в том числе и другие народы также называли татарами, также азербайджанцы иногда называли, я тут смотрю, да, я полонцов. Вот я просто смотрел, да, исторические, да, многих называли татарами. Я пришел к выводу, что просто, ну, всех, почти что все, кто не относился к славянской внешности, называли другая татарами, например, да, вот. Здесь для меня было открытием. Все, вот мой круг общения, да, здесь и татары есть, и чеченцы есть, и близгины, очень много у меня друзей, да, близких, с которыми я с детства вырос, и казахи здесь астраханские, те, кто, вот, мои близкие, да, вот, как казахи называют, да, жандос. Вот у меня есть, да, у меня много здесь в Астрахани тоже друзей, близких казахов, которые всю жизнь, поскольку я себя помню, да, со школьной скамьи, там, мы с ними, да, там, встретимся, с четвертого класса общаемся, да, и всегда они шутили, да, над нами, вот, непосредственно, на мной, э, вы, нагайцы, без Родины, без Фольда, вот такие вот, короче, грубо говоря, вот такие шутки, да, шутки, да, которые, как бы, не оскорбительные, я знаю, что они, по-своейски, да, просто, и вегистанцы, так же, на нами шутили, и местные татары, так же, вот, которые, вот, грубо говоря, круг моего общения, да, мои бабушки, дедушки, они все всегда говорили, ну, без ну айла, хорош, ну айла, без ну айла, без ну айла. Я вообще не понял, почему мы должны называться татарами, вот, почему, грубо говоря, азербайджанцы не должны называться татарами, да, я ничего, никаких, вот, у меня претензий нет, да, у меня есть и друзья, и близкие братья среди азербайджанцев, мне просто интересно, почему их не называют татарами, если уж нас, это к тому, что, если их не называют татарами, я вот это имею, просто как аналогия, потому что я считаю, что каждый народ имеет право на самоидентификацию, самоидентификацию, в том плане, что, если бы я нагаяц, я ну ай, да, я ну ай, я знаю, что мои предки пришли с Кубани, да, вот, хорошо, ну айла, да, грубо говоря, не просто пришли, а кочевали между Астрахани и Кубани, да, все наши территории. Мой род, Сжу, да, Сжу, мой дедушка всегда говорил, что мы, наши предки, предки очень в корне, они, как бы, идут с Крыма, в нашем, непосредственно, они, да, в корне, Сжу-то, мы относимся, как бы, с Крымом, с Крыма мы попали на Кубань, с Кубани мы уже начали кочевать между Крымом, между Кубани и Астраханской области. Насчет Ататарстана, еще каких-то моментов, вообще никаких речи не было. При всем этом, я никакого негатива не имею, никакой, никакой народности, потому что я считаю, что в этом и есть сила Российской Федерации. Сила Российской Федерации в том, что все народы, многообразие цветов, как говорится, радуга, или там, как сказать, палитра. Хорошая смесь, да, хорошая смесь, да. Палитра, вся палитра, да, народов Российской Федерации. И в том числе, мне очень приятно, что мы, как Муайлан, непосредственно входим в эту палитру и какую-то определенную ячейку свою занимаем. Я свою ячейку занимаем, вклад свой носим. Да, вклад свой носим. Такие вот даже вот у нас в Астраханской области, да, есть такие личности, я лично которых уважаю, да, это вот Амир Палитович. Да, вот он, очень большой вклад. Я считаю, это лично мое мнение, оно никому не навязывается, но при этом я настаиваю, считаю, что он внес очень большой вклад в непосредственно развитие Тарас Муайлова. Амир Дамирыч Мусаев, вот он тоже внес очень большой вклад в развитие, он как историк, да, учитель истории, да, он непосредственно внес, как сказать, вклад в поднятие самосознания, ну, то есть он стоял, можно сказать, тоже как бы у истоков, да, юртовское движение Муайлова, опять же, мы их называем Харайли Нуайлар, да, мне неудобно как-то их называть, юрт Нуайлар, там юрт, юрт. Это даже научный термин, возможно? Возможно, да, но мне больше привычка, как мои бабушки, дедушки их называли, вот Харайли Нуайлар, да, вот мне больше удобно так их называть. Такие вот, да, вот, местные, да, такой, как Шамигула Щедриса, ну, как бы, который сейчас является почетным председателем, да, почетным президентом, как говорится, Нагайской обществе Идыге, он очень большой вклад внес именно как Муай, да, как в развитии, что Астрахан, ну, в общем, в астраханских Муаях, да. Опять же, если я сейчас что-то неправильно говорю, какие-то там заслуги, еще что-то далее, это говорит о том, что я еще не до конца в этом, как бы, вник, потому что я сейчас в начале пути нахожусь, я читаю, смотрю почерки, там, какие эти издания, какие были сделаны, какая литература была издана, еще что-то такое, да, вот это все читаю, смотрю, так же вот в это же, сюда же входит и создание русско-ногайского словаря, да, вот, как бы, сейчас вот тоже был русско-ногайский словарь, тоже издали, тоже, он сейчас, как бы, в обиходе находится, люди многие его берут, читают, покупают, себе приобретают, опять же, в домашнюю библиотеку, да, так же есть такое издание, как называется, Ксюз Хазнаса, вот, тоже большое, День и Века, по-моему, да, 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 там вот, я вот половину только сейчас успел прочитать, потому что в книге серьезно, да, и написано, ну, чтобы на серьезном языке, надо мигать, смотреть, читать, вот, поэтому, одно очень интересное, вот, в перспективе много еще, у нас, как бы, планы есть, я, как бы, один тоже не могу их озвучить, не надо, в любом случае, их, потому что не один, работа командная, работа идет, да, команда, работа командная, и, соответственно, мы с тобой тоже, ну, первый раз, но не последний, надеюсь, не со слах, будем, по скайпу будем интервью, я буду переезжать в Астрахань, сейчас, благо, недалеко живу, возможно, не обещаю, но постараюсь переехать даже в Астрахань, мне понравилась Астрахань, какая-то кровь тянет, как Рамиль Ишбухаметов говорил, что, возможно, что мои корни, я же сарай, и, соответственно, мои корни отсюда, сарая, с Астрахань, ну, там, в Астрахань, сарай уже был, сарай Бату, другой сарай там, вот, сарай был еще здесь, вот, я, как бы, дворцовый, считаюсь, ну, что ж, брат, я еще хотел дополнить, просто, в том плане, что у нас здесь, в Астраханской области, очень много скрытых потребов, скрытых людей, которые молча-молча делают свою работу, да, потребы за дня в день, которые об этом никому ничего, ну, как бы, особо сильно не разглашают, да, это я просто лично, о себя просто хотел тоже выразить, благодарность, да, тоже, как бы, сказать, да, сказать о том, что это, к таким людям относится, может быть, ну, может быть, я какой-то сейчас секрет открою, да, но к этим людям относится директор школы Ростоколовской, кстати, школа тоже имеет, она названа именем Абу-Хамид Шевченбеевича Женебекова, это средняя школа, да, именно села Ростоколовки, это у нас директор школы Расул Эдуардович Алтаяков, да, это человек, который при любом, при любом возможности, при любом обращении к нему за помощью, да, или, там, просьбе провести какое-то мероприятие, встретить какого-то дорогого гостя, да, как, например, нашего писателя, да, нашего историка, там, нашего, да, Айдара Буланова, да, это такие, ну, тоже деятели, как Эльвира Даутовна Хасанова, очень яркая личность, очень, да, очень знаменитая личность в Ногайской среде, которую знают не только на территории Астраханской области, далеко за пределами ее, это и Казахстан, и вся Российская Федерация, это, по крайней мере, места проживания компактных Ногайцев, также и на территории, там, других, наших, ну, как бы, других регионов, это Альвина Альфаэльна Кадыр-Гордеева, это ансамбль, наш, как, Тулпар, да, ансамбль Тулпар, потом, это наш ансамбль тоже, народный, этот, доступ, тоже, все вот эти вот, это активисты такие, как, даже у нас есть, даже младшие наши братья, да, это, как Игиль, тоже житель Ростаковки, очень такая, тоже яркая, неординарная личность, да, тоже молодец, молодой, и всегда старается помочь, всегда старается помочь, ну, всех, всех, честно скажу, не перечислить, очень-очень много, все, каждый на своем месте делает свой определенный, вносит свой класс определенный, который с каждым годом, честно сказать, увеличивается, люди, как говорится, вот маховик раскручивается, люди больше приходят к осознанию, наши маленькие детишки, наши молодежь растут, растут их, как говорится, интеллект, интеллект, у нас увеличивается своя личная астраханская, именно нагальская интеллигенция, что очень самое, что очень важно, все то, что было, как говорится, немножко растеряно, ну, с определенными моментами, да, в советское время, вот, это, что, конечно, заставляет радовать нас, ну, одним словом, одни плюсы, про всех, естественно, упоминать невозможно, Ахмед Аминович Ерлокапов, тоже, да, Ахмед Аминович Ерлокапов, очень сделал большой, тоже, резонанс на, как бы, ну, своим приездом сюда, к нам, в Астраханскую область, да, в частности, опять же, вот, Расул Эдуардович предоставил, директор школы предоставил школу, просил Ростопуловка для проведения мероприятия, на которой Ахмед Аминович выступил, очень познавательная была лекция, очень познавательная, очень такое было общение, очень приятное, вот, ну, я не знаю, ну, я думаю, это, как бы, начало, если все нормально будет, ну, я думаю, мы так и будем встречаться, у нас очень много планов, опять же, эти планы я пока не могу сказать по определенным причинам, будем, будете все узнавать по мере, как говорится, поступление, поступление, да, и все это будет, как бы, рассказываться чуть-чуть заранее, будет доноситься до населения и, естественно, до, как бы, до властей, до наших, до тех, кто, грубо говоря, с кем мы плотно общаемся, сотрудничаем при, ну, администрации губернатора, администрации Астраханской области, администрации города Астрахань, вот, все это будет корректироваться, общаться, все это будет продвигаться здесь, у нас, в Астраханской области. И, иншаллах, как говорится, ко всем нашим патриотам, которые не ищут коврыжик, надо сказать, не пропадет наш скорбный труд, и будет высокое стремление, иншаллах. Спасибо тебе большое, Ильдар, за интервью, было очень интересно. Будем сотрудничать, иншаллах. Спасибо большое вам за то, что приехали, за то, что выделили свое время, внимание, как говорится. Мы понимаем, что вы тоже очень ценятый человек. Ну, это как бы просто, каждый должен вносить свой вклад в иншаллах. Поэтому, по мере возможностей, иншаллах, спасибо.